Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся найти на него ответ. Итак, живу совместно с мужем два года, скоро стану мамой. Ну, живёте с мужем два года, срок это, конечно, приличный, да? А как получилось, что вы вышли замуж за именно твоего мужа? Какое значение для вас имеет материнство? Во время декрета с моей стороны чувства сошли на нет. Это очень неприятная история, когда происходит вот что-то такое, вот что-то подобное, да? Очень неприятно. Но в ваших силах это изменится, то есть в ваших силах, знаете как, не заставлять своего мужа быть как кем-то другим, а скорее постараться его принять. И неплохо было бы проследить какую-то вот общую, ну, парадигму, скажем так, развития ваших чувств. То есть возникновение чувств, их, там, условно говоря, течение какое-то ровное, да, и, соответственно, спад. Общих тем для разговоров не осталось, только по делам и на то, и на то указывая свое мнение. Ну, смотрите, довольно забавный момент, что у вас не осталось общих тем. Вообще, темы, они восходят к интересам. Падают, у вас вот должны быть общие интересы, похожие взгляды на какие-то вещи. И, в принципе, это не то, что меняется за два года и за декрет. Я имею в виду какие-то общие интересы, именно общие ценности, общие взгляды. Это не то, что меняется, меняется. И, да, вы дальше пишете, что нам все, как бы, свое мнение, но разве это плохо? Что у вас нам все свое мнение. То есть, вы в этом видите для себя какую-то угрозу, вы в этом видите для себя какой-то негатив. Если да, то почему? Далее, вы пишете, что ваш муж общается с неженатыми, свободными ребятами, которые живут с родителями 30-31 год. А у вас, если подруги замужем, с детьми и живут отдельно. Я вот не очень понял, от кого отдельно. То есть, отдельно от своих родителей или отдельно от своих мужей, или от кого? То есть, ну, просто логично, если замужем, да, и с детьми, то, ну, скорее всего, живут отдельно, скорее всего. Вот, то есть, там, понятно, есть, бывают моменты, но в основном, все-таки отдельно живут. И вот, непонятно, да, к чему вот это вот, как бы, уточнение, что отдельно они живут. Дальше, как бы, да, разные компании. Значит, неженатые, свободные ребята, живущие с родителями и замужние женщины с детьми. Но, понимаете, это какой-то некий такой, знаете, социальный, такой локус, то есть, социальное разделение вы проводите людей. То есть, какая разница, не свободный, свободный мужчина, какая разница, женатый, неженатый мужчина, замужем женщина, не замужем, с детьми или без. Если есть интересы свои собственные, если есть свои какие-то вот увлечения, если есть свои ценности, если есть что транслировать там условно другим людям, какая разница? То есть, вы хотите этим сказать, что у вас разные компании, но, во-первых, к этой разности компании вы как-то пришли, лично вы. Во-вторых, я не очень понимаю, почему эти разные компании не могут общаться вместе, если этих людей общий интерес именно. То есть, вы про интересы, вот, просто, чтобы было понятно, вы именно про интересы не говорите. Вы говорите, что вот социальная обусловленность, в частности, семейная, да, семейная обусловленность, семейный, семейный критерий, он здесь является ключевым. Но семейный критерий для личности человека, для ядра личности человека, вообще никакого значения не имеет. Поэтому тут вот хочется вас спросить, если не позиционировать семью и отношения как отдельный интерес, да, то, в чем, какая разница. Дальше. А, собственно, разговоры в компаниях разные, ну, это никак вообще не связано. То есть, корреляции нет здесь. Секс у нас неравидотворительный, я вам уже осталась первой. У него долго не получалось, брала инициативу на себя, он до сих пор, а это 4 года отношений, не тесняется и волнуется в постели, не берет инициативу на себя. Мне же хочется, чтобы я была там главной, по сути, вот, что меня хотелось. Ну, смотрите, во-первых, здесь вопрос к вам, если вы изначально брали инициативу, а если вы, ну, условно говоря, были главной, то почему вы решили, что потом вы главной будет перестанете? То есть, ну, вы, если стали главной, что вам будет главной. А если вы не хотите быть главной, что и не надо было быть главной. Если вы были главной, эм, для мужа, то что сейчас, если вы не хотели быть главной, почему были ею? То есть, как бы, здесь вы, такое впечатление, да, что сами себя ломаете. Только вот для чего? Не понятно. Что касается того, что хочу почувствовать, что меня хотят, это больше просто на оценку. Почему-то вначале вас не останавливало, условные три года вас это не останавливало, что муж занимает не главную позицию в постели, и проблем с тем, что вас хотят, не было. А сейчас только менялось. Скорее всего, упала самооценка. Ну, если у вас упала самооценка, то активность вашего мужа, да и других мужчин вам не помогут. Самоценка, она находится у вас в голове. Вы стали себя хуже воспринимать. И я рискну предположить, что исходя из вашего текста, в силу семейной ориентированности ваших интересов, я полагаю, что здесь может быть замешан стереотип, что женщина, которая родила, уже становится менее привлекательной для мужчины. Опять же, здесь идет упор на социальную, так сказать, константу. Так, в делах дома тоже сложность. Он был старым ребенком, отец все делал со старшим братом, мысли непривычны к делам, мысли к им. А должен быть приучен, Екатерин. Почему вы считаете, что он должен делать более сложные дела? Более сложные дела, кстати, должны делать специалисты. То есть, понимаете, вот складывается такое ощущение, что вы, вступая в отношения с мужем, рассчитывали кого-то из него сделать. Я только хотел бы спросить, откуда у вас идея, что человека можно поменять? Вы его заставляете что-то делать, меняете, вы ломаете, но зачем? По факту, вы взяли на себя роль матери. И он ведет себя именно так. Сейчас вы говорите, нет, я все, я мамы для себя больше быть не хочу. Я хочу быть, ну, как бы, женщиной. Но ему-то, ему-то женщина не нужна, ему-то нужна мама. Ему нужна та, какой вы были. И вы такой были. Но почему-то изменили. Вот. А, собственно, в такой ситуации, когда нет, нет, конструктивного взаимодействия, я с вами согласен, будущего, такой пары, будущего такой пары весьма, весьма неопределенно. Я с вами согласен. Но, вы можете это изменить, не обязательно заводиться и расчадиться. Вы можете просто скорректировать свое поведение так, чтобы не требовать особого будет ничего, но и самой ничего не делать. Того, чего вы не хотите, и посмотреть, к чему это приведет. И если вас не устроит то, что будет, то очевидно, что вам сможем не по пути. Вы можете к психологу обратиться, чтобы подкорректировать, например, ваши личные проблемы, да, самооценки, там, с эмоциональным интеллектом, с поведением женским, поработать. С мужем, если он хочет, то очень можно, можно поработать. Ну, вот. Но, ради ребенка, эээ, сохранять в семье не стоит, потому что, ему будет тяжелее, ему будет тяжелее, гораздо тяжелее, деструктивнее, и больнее, для ребенка, находиться в семье, в которой родители не ладят, чем находиться, в неполной семье. Потому что, термин, неполный, термин, неполная семья, он очень, деликатный. Дальше. Эм, так, вот вы пишите, после долгого старания, приучить, его, к взрослому жизни, зачем приучать, да, вот, уже ищи, ну, во мне брак, это пугает, дома остаются, в жизни, ну, вот тут, вы говорите, про тревозность, да, тревозность возникает, из-за, вашей Екатерина, собственной, неопределенности, вот, лечить его, наскоро родится ребенок, лечить его, целой семьи, жестоко, но, стоит ли бороться, за семью, без любви, и общего видения, я вообще, не очень представляю, как можно, за семью бороться, с Екатериной, по-прому, да, можно, гармонизировать отношения, а там, видно будет. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, и удачи.